Добрый вечер, вы перевесите Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня в Черкесск прибыл поезд «Сила в правде», который 23 февраля отправился из Москвы по российским регионам. В состав патриотического эшелона входит экспозиция вооружений, которое используют участники специальной военной операции, а также трофейного оружия, собранного за последние месяцы на полях сражений. Экспонаты изучал корреспондент Артур Мхце. Этот боевой дрон украинских военных «Баба-Яга» российские бойцы обезвредили в зоне спецоперации всего пару недель назад. И теперь он входит в состав трофейной части экспозиции патриотического эшелона, который в День защитника Отечества отправился из Москвы по 75 городам страны. Многие из экспонатов поезда Минобороны «Сила в правде» были предоставлены Центральным музеем вооруженных сил России. Сегодня мы прибыли в Черкесск с важной миссией, которая проводится по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу. Почему мы это сделали? Потому что любая война, в данном случае специальная военная операция, она всегда сопровождается информационным противодействием. Усилились каналы противостояния, ориентированные на разобщение нашего российского общества, извращение целей, задач спецоперации нашей военной. Поэтому выбрана форма поезда. По словам прибывших экспертов, жители Карачао-Черкесии получили возможность увидеть достижения российского оружия, а также собранные на полях сражений в новых регионах страны трофейные экспонаты, применявшиеся украинскими военными. Здесь в данной части экспозиции представлены разношерстные образцы стрелкового вооружения, которые были затрофеены и взяты там, где прошлась доблестно 2-я Таманская дивизия. Мы можем наблюдать здесь как классические варианты исполнения М-16, ее дальнейшие модификации, образцы, которые по образу и подобию были произведены на территории Украины по техническому заданию и по лицензии США. Также представлены винтовки для гражданского оборота производства США. Перед началом экскурсии по передвижному музею на площади вокзала состоялась торжественная встреча пассажиров эшелона. Участники мероприятия говорили о важности сохранения исторической памяти, информировании людей о целях специальной военной операции. После чего воспитанники кадетских и казачьих классов, образовательных учреждений и патриотических коллективов республики посетили экспозиционные вагоны, посвященные видам и родам Вооруженных сил России, истории Великой Отечественной войны, а также теме обеспечения правопорядка и безопасности граждан в новых регионах страны. Артур Мухци, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии продолжается процесс изготовления избирательных бюллетеней в типографии. Для голосования на выборах президента России в нашей республике будет изготовлено 298 100 бюллетеней. Из них более 43 тысяч для голосования с применением КАИП. Изготовленные бюллетени будут переданы рабочей группой контроля избиркома республики территориальным избирательным комиссиям городов и районов Карачаева-Черкесии. Есть такая профессия – родину защищать. Под таким названием завершился месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы в Тиберзинской средней школе имени Магомета Халилова. Также прошло торжественное открытие парты «Героя», участника СВО, выпускника данного образовательного учреждения Султана Байчорова. На мероприятие побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Завершающий день месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы во второй Тиберзинской средней школе имени Магомета Халилова прошел достаточно на высоком уровне. Для всех собравшихся была организована яркая праздничная программа. Школьники исполняли известные композиции советских и современных авторов о Великой Отечественной войне. Директор образовательного учреждения Аминат Семенова отметила, что подобные мероприятия прививают молодому поколению чувства патриотизма, сохранения героической истории наших предков. Хочу сказать, что этот месяц у нас прошел очень тепло, очень одушевленно. Все дети приняли самое активное участие. Классные руководители очень сильно постарались. Не осталось равнодушным никого. Сейчас в наше время, как говорится, сила нашей страны заключается в силе нашей армии и в настрое граждан нашей России. И настрой у нас очень хороший. Также в рамках закрытия месячника в зале славы 2-й Тиберзинской школы открыли парту героя, участника СВО, выпускника этого образовательного учреждения Султана Байчорова. Учителя отмечают, что Султан приезжал и общался с учащимися, рассказывая, что именно духовно и физически здоровое поколение – будущие защитники Отечества. Подобные мероприятия позволяют нам вспомнить подвиг тех, кто ценой собственной жизни сумел сохранить нам мир и благополучие, признаются школьники. Эти мероприятия проводятся, на мой взгляд, для того, чтобы мы, молодое поколение, поколение, которое в будущем войдет в общество, понимали ценность и важность вот этого всего, войны, понимали важность армии в нашей стране. И как сегодня представили, сказали, тяжело найти страну, которая воевала больше, чем Россия, которая пережила больше, чем Россия. К нам прививают чувство патриотизма этими мероприятиями. Школьники и учителя порадовали собравшихся исполнением военных патриотических песен и танцевальными номерами. Алихан Лепшоков, Ахмат Чудчаев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду, порывы до 11-14. Температура ночью минус 2, плюс 3. В горах до 7 градусов мороза, а днем плюс 3, плюс 8. И местами минус 2, плюс 3. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесии ночью слабые осадки, днем дождь. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду, порывы до 11-14. Температура ночью плюс 1, плюс 3, а днем 4-6 градусов тепла. Сегодня Карачаево-Черкесия принимает участие во Всероссийском командно-штабном учении по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасности пропуска весеннего половодия и защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. Тренировка проводится с участием органов управления сил Единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Согласно тактическому замыслу в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате прохождения комплекса неблагоприятных материологических явлений произошел быстрый подъем уровня воды в реке Малый Зеленчук. Подтоплены 65 домовладений. В рамках практических мероприятий отработали действия по спасению людей на воде. Карачаево-Черкесию посетил российский цирковой артист-дрессировщик-укротитель тигров Эдгард Запашный. Народный артист России пообщался с актерами Республиканского театра, сотрудниками Госфилармонии, музея, библиотеки Республиканского центра народной культуры. Как и где прошла встреча в репортаже Аллы Динаевой. Директор Большого Московского государственного цирка и представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении Эдгард Запашный встретился с деятелями культуры Карачаева-Черкесии в Центре инновационного молодежного творчества. С 2018 года Эдгард Запашный включен в состав Совета при Президенте по культуре и искусству, а с 2019 года он член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы Федерального собрания России. Отвечая на вопрос, что нужно изменить в работе Министерства культуры, он сказал, что ведомству лучше работать в плотном взаимодействии с Министерством образования. Сейчас эти министерства каждый сам за себя, но объем работы, который они должны выполнять, мне кажется, должно быть вместе. Вот это нахождение с Министерством образования общих линий соприкосновения и особенно по работе с молодежью мы с вами просто-напросто обязаны. Большой Московский цирк на проспекте Вернадского, которым руководит Эдгард Запашный, крупнейший стационарный цирк на европейском пространстве – это высокий образец культуры цирковой деятельности и школы русской дрессуры, в котором трудится более 500 человек и уже больше 50 лет они собирают аншлаги. В Карачаево-Черкесию с гастролями цирк не приезжал. Зритель от нас ждет исключительного качества. А что это значит? Что мы должны привезти сюда порядка 150 людей, артистов, обслуживающих персонала, штук 20 фур оборудования, свет, звук, экраны, декорации, машинерия и все остальное. И это можно установить только на тех или иных спортивных объектах с учетом построения еще и зрительного зала. Но очень бы хотелось. Диалог известного дрессировщика и работников сферы культуры продлился более часа. Я доволен встречей. Почему? Во-первых, мне приятно познакомиться с лучшими представителями культуры в вашем великолепном городе, в вашем великолепном регионе. У деятелей культуры есть возможность сегодня, и она должна продолжаться быть услышанной. А за самый интересный вопрос спикеру Эдгард Запашный подарил свою новую книгу «Как понять хищника». Аладдинаева, Алиб Астанов, Вести, Крачево, Черкесия. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Анна Медиум». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова